всем привет с вами ван ока и сегодня у нас вновь в орке с энд резорса совет репаблик и тут есть одна такая тема для обсуждения даже скорее для того чтобы вам показать периодически у меня на канале за люди спрашивают мол а какую подборку модов используешь ты какие моды ты рекомендовал поэтому подобное и в общем то благодаря этим людям если вам эта игра не очень нравится то можете и за это благодарить да я решил что дан все-таки снять видеоролик касательно именно модификации но сначала вообще что такое модификация в рамках именно совет репаблик здесь у нас нет модов которые именно влияет на игровой процесс точнее на какие-то геймплейные механики влияющие моды в этой игре это новые здания и новые всякие там и виды техники правитель техники мы говорим все не будем по сути потому что это просто измененные модельки какие-то разные характеристики и ничего прям такого сверх полезного корней влияющего на игру здесь нет а вот про здание поговорим и так вообще как вам скачать здание ну на самом деле все просто заходите в матерскую стиме находите нужно здание подписывайтесь как их подключить в рамках игры а собственно если вы скачали они уже подключены вам всего лишь нужно зайти вот сюда здание из мастерской стим и вот такой список ну может быть поменьше у меня он большой вы получите в итоге здесь у меня куча всего присутствует это все проекты которыми сейчас занимают место на диске но не все они стоят у меня и по сути если так вот вернуться назад и я вот использую те которые помечены звездочкой потому что если вы помните звездочкой то они у вас появляются вот тут в рамках интерфейса стандартного то есть они дополняют стандартное здание вы можете быстренько из этого не выбирать чтобы это сделать нужно просто по нужной иконке щелкнуть правой кнопочкой мыши и вот зданием вас появится вот здесь вот например вот у нас тут есть здание вот она присутствует чтоб его убрать нужно вам верну не здесь ничего делать а вернуться вот сюда найти это здание и вновь правой кнопочкой мыши нажать тогда оно исчезнет опять щелка им появилась то есть сделать через это окошечко ну и собственно сами здания что они здесь представляют а представляет они себя многое вот этот я составил вам список он параду меня сбросился интерфейс то есть меня до этого были выбраны нужные здания чтобы не забыть что выделять но пропало все поэтому придется по памяти давайте пойдемте прав по вкладочкам и посмотрим чего у нас здесь есть что на что обратить внимание буду смотреть не все моды которые у меня стоят а только на наиболее полезные ну и само собой на мои потому что я тоже делал зданием тоже добавлял в игру причем я добавлял по принципу чего мне в игре не хватает то я в первую очередь и делаю поэтому большинство моих вот этих самых модов они имеют прикладной характер и так дороги дороги сида спинс первых вкладках нас интересует есть ничего интересного нет а вот депо автомобильной техники есть уже кто-то интересное появляется хотя на самом деле стандартно депо она не такой уж и плохое на 8 машин в принципе в большинстве случаев вас она устроит но если вам нужно побольше есть у нас здесь большой депо на 18 машин и также на всякие для тамвайчиков но по сути на самом деле депо вам сильно не нужно а у технические службы вам очень пригодятся потому что стандартно технические службы это либо времянка на три машины либо на 8 машин здесь у нас есть вариации тоже на 8 немножко измененные по внешней виду у нас такой большой здесь покомпактнее гораздо и компактности тоже на самом деле важный элемент и во многих других модах которые буду показывать компактность тоже будет иметь значение и также на 12 машин депо она очень полезно то что нас машин это больше на 4 чем 8 и принципе с такими же размерами отчего то что технические службы это по сути мусоровоза в том числе ну наверное да сам будет гораздо эффективнее гораздо полезнее с малой станции техобслуживания точнее общество станции техобслуживания в принципе набор достаточно большой стандартный если нас есть среди маленькая большая но но есть вот такой мод я его сравнительно недавно нашел и этот мод на самом деле он немножко читерский потому что он дает нам гораздо больший радиус действия то есть если мы будем смотреть на дистанцию вот тут может быть и вы видите это надо с дорогу смотреть появляет видна такая вот коричневая точечками граница ограничена так вот у стандартно здание она очень маленькая вот видите то есть она вот буквально чуть-чуть за его выступает пределы это уже очень большая зачем-то или не нужно out именно в рамках этой линии он будет заниматься починка техник который сама к нему приехать не может то есть стандартные машинки могут и внутрь заехать а вот допустим для депо же даже техники для стоянок самолета всяких вертолетов вам нужным чтобы здание именно что стояло в рамках его зоны вот этой обслуживания только тогда будут эти самолеты поезда обслуживаться теперь видите тут она достает аж и до вот это стоянки вертолетов и для железнодорожных вот это и депо она очень конечно в этом плане гораздо более читерская но я думаю что вы сочтете его незаменимым когда начнете действительно полноценно использовать это тех обслуживания остановки остановки в принципе автобусные железнодорожные и прочее несут характер тут скорее больше декоративный ну за редким исключением например вот тут и можно отметить более компактную остановку автобусов тут есть у нас более удобная большая именно что станция для автобусов то есть автостанция вот такая вот стандартная выглядит на 500 человек вот так она она и побольше она только на 500 здесь же у нас есть на 750 человек более компактная и соответственно эта станция поможет вам допустим для больших каких-то мест скопления пассажиров то что больше этих сам пассажиров вмещает стоянки стоянки раньше были насколько помню более ограниченными было меньше к по количеству поэтому я накачал себе всяких дополнительных стоянок на 38 машин на 32 вариации различные ну и в принципе опять же многое зависит еще от типа подключений тут допустим вот такая стояночка с таким подключением да я потерял вот тут вот на 18 вот так она сделала есть вариации соответственно допустим вот с таким подключением с такой расположением более вытянутой да и вот с таким тоже более вытянутой есть допустим у нас вариации с подземным гаражом у нас на 32 машина место ну то есть больше машина места более более компактное место опять же или другие форм-факторы позволяют вам более эффективно эти стоянки впихивать в ограниченное место автомагазин ну принц просто вариация стандартного автомагазина ничего другого здесь у нас это все мы поговорим чуть позже в заправочной станции тоже по сути другой лишь вид я даже заострять внимание не буду железная дорога опять же все вот это проскипываем дпо я альтернативно не ставил сандартами вполне устраивают платформа железнодорожная вот тут есть нюанс в принципе в принципе у сандартная она вполне себе нормальная исключение того что она просто банально некрасивая она какая-то слишком короткая блин какие поезда короткие вообще увидели в реальной жизни ну слишком мне кажется короткой соответственно просто немножко нереалистично может кого-то будет подбешивать побольше есть но в принципе она вполне себе для большинстве но большинство нужно сойдет но можете скачать себе альтернативная станция есть вот допустим вот такой небольшой вокзальчик на 1000 человек вот такой-то уменьшенный из подработники пишется но по сути их как раз максимальный лимит есть какие-то совсем большие вот такие в принципе пригодятся каких-то крупных городов для оба железнодорожного и тому подобного ну и тому подобное то есть принципе здесь прям чего-то прям сверх нужного нет но немножко другие факторы немножко другие вариации в принципе можно опять же для разнообразия что-то вносить из остального железнодороги но могу ответить только вот мою мой мод вот такая вот вещь есть это заправочная станция которая отличается от стандартно тем что она более компактная она рассчитана на одну соответственно линию то есть есть две получается идет получается не очень удобно строится допустим если не хотите на стану железнодороги строить а в качестве ответвления то придется для нее место выделять потом подключать от 10 вот смотрите как компактненько идет растут ведь построили где надо подключили пешеходные дорожки пешеходные дорожки это по сути мой это не просто вот эти дорожки но точно таки мостики и подземные переходы что тут могу отметить ну во первых опять же мои моды я тут сделал два мода наземных башенок вот поменьше побольше они нужны для того что сюда тех случаев когда вам нужно не использовать стандартно телесенки телесенки в принципе они как хабы тоже работают из них можно вытягивать одну к другой в разных направлениях но из бывают случаи когда не хватает допустим компактности когда я нужно просто не спускаться куда-то просто чтобы сделать переход с поворотом того что смотрите вот когда вас идет от одной другой вы не можете сильно на большом угле подключать они начинают пишут слишком большой острый угол и сам нужно сделать поворот вам нужно соответственно что-то иметь а в стандартных фишках игры нету банально вот вещи которые позволяют вам просто сделать перекресток и вот вот это мой модик он позволяет организовать вот вот собственно вот такой вот перекресток ну или просто сделать какие-то более удобно фон фактор счет более высокой или более низкой башни опять же возможно вам это все пригодится и также в подземных переходов есть у меня собственный мод этот мод сделан для того чтобы вы могли строить удобнее подземные перекрестки опять же вызвать перекресток то есть смотреть есть у вас вход в метро да опять же вход метро тоже имеет разветвление но когда вы начинаете строить пешеходный туннель опять же вы его нему не не можете разветвлять то есть поворачивать его можно в отличие от дорожек а вот разветвлять не можете а и сам нужно сделать развитую сеть допустим вот тут вот тут сюда найдет до сюда идет и вот туда же уже выхода построились вот мой перекресток может вам опять же обыклить перекресток есть двух видов по сути отличается только тем что один вид он у меня с да вот с возможностью построить его в реалистичном режиме то что здесь есть подключение наземного правда если у него баг что в таком случае что он будет через него будут люди заходить как баг починить я не знаю просто люди просили сделать с реалистичным строительством я сделал ну и второй соответственно без него то вот такой то есть у него не он не оставляет наверху ничего плюс над ним можно в принципе есть очень постараться то есть тут есть проблемы иногда светит вот он начинает как-то в оплёном месте вмешать строительству но как правило можно через него дорогу построить вот с этим сложнее то есть у него так просто дорогу еще сложнее сделать как тоже есть включение но сложнее то есть вот такие особенности подземного строительства ну и собственно здесь надо отметить тоже есть разные моды это в основном всякие дополнение есть еще такая вещь это чуть более метро смысл компактная компактный подземный переход то есть стандартно он видите тут вытянут а этот вот такой более квадратники на тоже вход в метро точнее вход в подземный переход ну и заодно метро можно тоже делать больше но наверное по этой части я сказать вам ничего не могу поэтому переходим сразу к авиации судах у меня никаких модов нет да и суды я особо не использую да тут что у нас здесь есть но у стояночки другие есть это не особенно нам интересно для самолетов авиатолетов интересно потому что стандартная вертолетная площадка она выйдет так или так а может быть вам понадобится использовать площадочек который будет подключаться к зданию вот пример допустим сейчас я вам приведу есть у нас пожарная часть стандартная пожарная часть может кто-то не знает сейчас узнает для нее можно сделать подключение вертолета и тогда вы можете использовать пожарный вертолет иногда бывает у некоторых зданий такая проблема банально места не хватает то есть вам нужно как-то компактнее поставить и вот вот эта площадка она позволяет строить вот так вот прям на зданием эту самую площадку ставить есть вот такая и совсем читерная она вообще без реалистичного строительства но она вообще везде становится что даже не нужно дорожку не строить то есть вот такой вот немножко опять же нарушение правил игры но в разы надо удобнее бывает как в тех местах делать так все застроили а нужно подключить вертолет вот очень помогает диспетчерские вышки ну разные как бы ничего не несут только внешний вид другой пассажирский вертодром по сути то же самое есть у садарта такой большой на три места есть маленький и тоже вот такой маленький вытянутый то есть здесь у нас вообще строю строится он банально дешево и сердится да тут чуть подороже но в принципе в компактных местах опять же он будет очень вам полезен ну и наконец компактный вертодром вера вера верта верта дро вертодром на терминал за как назад грузовой вертодром да вот что такое вообще грузовой вертодром это по сути вертолетная площадка который вы можете подводить ресурсы то есть здесь вы можете подключать до склады и вертолет Это будет пролетать и забирать ресурсы с этой площадки. И есть вот такой вот, как я вам показал, а есть и более компактная версия. Смотрите, сравните по размеру. Здесь у нас есть те же три выхода, тот же подключение. Правда, одно только конвейера, но больше вам, скорее всего, не понадобится. И тоже дорога, но по размеру гораздо компактнее. Она еще и до кучи, как и многие другие вертолетные площадки, не имеет коллизий. Это тоже не очень честно, когда без коллизий. Но в рамках механики игры иногда это очень выручает. Опять же, вот такая вот есть вещь. Когда на дороге пропускаем, грузы сразу идем. Здесь у нас сразу сходу, что если вы используете погрузчики, то, возможно, вам не хватало стандартного гаража на четыре машины. Есть на восемь машин, когда используются погрузчики именно с ручным назначением действий. То есть есть автоматический перевоз, когда там погрузчики не нужно покупать, не нужно на это все строить. А когда с действиями, соответственно, вы строите его на восемь машин. Плюс у нас есть заводской перекресток для разветвления. И есть у нас всякие дополнительные вариации. Это когда у нас возветвление не с погрузчиками, а с автомобильными дорогами. Либо же еще и чтобы можно было напрямую сквозь них строить пешеходные дорожки. Но сразу скажу, если вы их построите, вот хоть один такой построите на пути, даже если вы планируете не использовать погрузчики вручную, а автоматом, оно ломает автоматическую систему. И то есть вот такой объект, он уже требует в любом случае автоматического, точнее ручного использования этих погрузчиков. То есть здесь уже автоматом они кататься не будут, потому что есть перекресток. Вот такая особенность механики. Ну и что еще тут надо отметить, это конечно же очень полезные базы снабжения. Базы снабжения у нас есть на 5 и 12 стандартные. На 3 даже не рассматриваю, это дешевый вариант. Их может не хватить, ну просто потому что 12 машин и нам очень не хватает периодически. Поэтому есть А32, А16, А20 и опять А32. Еще тоже еще на 16, вот такой длинный. Он немножко корявый, потому что в нем нет собственного хранилища топлива. И это иногда бывает неудобно. Но зато он вытянутый и очень удобно вписывать опять же в какие-то узкие пространства. Ну и соответственно на 32, вот есть такой большой. Есть более такой компактный немножечко. На 32 машины, само собой разница между 16 и 12, даже и 32, и даже более чем в два раза. То есть это очень удобно для большего количества машин. И это прям мастхэв для многих. У вас снабжение железнодорожное, ну просто немножко другой вид. То есть стандартная она такая громоздкая. Есть еще две вариации. Она такая, ну тоже длинная, но чуть уже. Но это в принципе не сильно важная альтернатива. Грузовая эта станция. В принципе, в большинстве случаев вы даже ее, наверное, скорее всего использовать не будете. Но если используете, то возможно вас заинтересует такая, опять же, компактная вещь. Правда здесь уже с коллизией. Видите, она здесь так не построится. Но она гораздо компактнее, чем вот эта. Соответственно, если вам нужно в узком месте построить какую-то станцию для, опять же, того, чтобы ваши машины здесь забирали разные типы грузов от разных складов тянущихся, очень даже может пригодиться. Вот это мы все уже смотрели. Это нас не интересует. Склады. Склады, в принципе, раньше их было мало. Потом в одном издавлений их добавили много, особенно складов вот таких вот. Поэтому, в принципе, сейчас острая необходимость альтернативные склады вам строить, как правило, нет. Но вот единственное, что сандартный склад, он не очень может быть вам удобен в подключениях. Есть вот такой вот складик, есть разные вариации. В принципе, здесь вот из того, что прям вам может пригодиться, это, скорее всего, вам может пригодиться склад строиматериалов. То есть это аналог открытого хранилища. Он просто больше, чем среднее по объему. Здесь 2000, он ведь здесь 1170. Это просто большая вариация. Ну и может в каких-то отдельных случаях, какие-то немножко иные конфигурации входных-выходных путей могут вас заинтересовать. Рефрижератор. Опять мой мод. Есть у нас, смотрите, на 75 тонн мяса. На 350 большой. В принципе, на 350 он не сразу появился. Но когда появился, он перекрыл функционал частичным вот этого маленького, потому что он не сильно больше. Но есть вот такой переходный вариант. Мой на 100 тонн мяса. То есть он побольше, немножечко, хотя даже такого, наверное, размера, чем базовый. То есть он столько же места занимает, но хранит чуть больше мяса. Ну и просто немножко другое отображение. И есть еще вот осен такой мелкий, но как бы я его не использую, потому что 4 тонн мяса это ни о чем. Я его поставил, но не использую. Элеваторы. Ну, как бы опять же другой внешний вид. Некоторые другие отличия. Отличия, по сути, опять же, здесь просто есть склады базовые, которые тоже урожаемые могут хранить. А есть элеваторы на, соответственно, большие, на большое количество урожая. Ну, как бы не особенно полезные. Навалочные грузы. Тоже здесь сразу переходим к моим модам. И тут я сделал вам аж два мода полезных для вас, которые могут вас заинтересовать. Стандартные конвейерные башни. Чем меня не устраивает? Тем, что у них, смотрите, на полу находятся выходные соединения. Или же такие вариации тоже на полу другой конфигурации. То есть, ну, как бы есть, как бы различные, конечно, конфигурации, но все они, на мой взгляд, не очень удобные. Потому что, ну, банально не хватает здесь возможности вот так, смотрите, на поверху пустить. Это, кстати, не мой мод, это чужой мод. Я сначала использовал его, а потом сделал свой. Вот это уже идет мой мод. То есть, смотрите, здесь у нас идет, в данном случае, два варианта с разными конфигурациями входных-выходных. То есть, у меня с подключением пешей дорожки и с подключением дороги. В чем особенность? Не знаю, как сейчас, раньше, по крайней мере, вот смотрите, саму башню можно построить любым способом. А вот сам конвейер между ней можно построить только, если у башни или у этой башни на другом стороне есть автомобильное подключение. Иначе техника не подъезжала, не строила сам конвейер. Если сейчас так же, ну, наверное, надо тут учесть. Если нет, ну, возможно, даже разницы уже сейчас особо никакой нет. Эти удобные, потому что здесь меньше подключения. Но все вот эти вариации у меня идут с разных конфигураций. Все находятся на отдалении от земли. И в чем прикол? Это то, что вот вы их построили. Здесь можно протянуть дорогу. А когда у вас стандартная по земле тянется, ну, соответственно, дорогу здесь не протянете. И приходится как-то там иными способами либо мосты строить, либо тому подобное. Плюс еще одна вещь. Вот такая вот вещь. Это сразу входной и выходные с мостом у меня сделаны. Вот есть покороче, есть подлиннее. Чем и особенность, она без коллизий. То есть это тоже немножко чит, но это иногда позволяет. Вот смотрите. Есть у меня какое-то замкнутое пространство. Мне нужно по этому пространству как-то протянуть, построить. Башни не влезают, еще что-то. А я встрою такую вещь. Раз. Протянул над зданием. В принципе, даже красиво смотрится. Допустим, опять же, возвращаемся сюда. Вот есть более короткая версия. Иногда бывает сложно. Конвейер. Вот здесь сейчас нормально, более-менее, да? А вот в некотором случае дорогу, ну, не ставится опор так, что дорогу-то не протянешь. А здесь. Ну, здесь у меня уже. Так. Не понял. Даже уже работать. Я же строил. Или оно, когда построил, уже не работает. Так что, начал нахваливать, нахваливать. Ну, допустим, ладно. Где у меня там была блок с довольными дорогами? Вот тут. Вот тут, как минимум, уже она строится свободно. Может быть, построим, давайте, без конвейеров. Да, почему-то, когда уже построил, мешается. Надо это, кстати, допилить тогда, значит. Это я свою ошибку обнаружил. Но когда... Ладно. Короче, это мы допилим потом. Но как минимум над построенной дорогой, она строится свободно, ничем не ограничено. То есть, в этом плане можно вот так вот сделать над дорогой. И вот она, соответственно, ничего друг другу не мешает. Ходит, выходит. Еще и плюс дополнительный, видите, тут можно сделать в разном направлении. Разных сторон входа, с разной стороны выхода. Станции погрузки. И, соответственно, выгрузки. Грузов не очень часто используются. Но когда на дом, они более компакты. Видите, это какая длинная. А тут покороче уже получается. И здесь тоже по-локальней, по-меньше. То есть, больше места экономятся в каких-то, опять же, труднодоступных местах. Вот эти станции вам могут помочь. Ну и, в принципе, здесь и на этом этапе все. Наливные грузы. Ну, тут, на самом деле, не очень большой блок. По сути, из полезного я могу отметить только, во-первых, вот этим разведителем. Их, видите, сколько? 6 штук. То есть, стандартно это у нас есть либо 3 на выход, 1 на вход, либо, наоборот, 3 на вход, 1 на выход. Здесь же у нас, смотрите, что получается. Ну, 6 на вход, 6 на выход. Либо более компактная версия. 4 на вход, 4 на выход. Их наземные башенные версии. Тоже, опять же, когда вам нужно трубы поверху пускать. Ну и еще резервуар более такой удобный. Есть вот на 1500, а есть на 1250 и на 2500. В принципе, есть альтеративные резервуары, но они все меньше. Чем они отличаются от этого? Ну, во-первых, даже вот этот, смотрите. Здесь у нас есть 4 входа-выхода, то есть 2 входа, 2 выхода. А здесь у нас, смотрите, с каждой стороны еще дополнительный появился. Это тоже, опять же, удобнее для создания какой-то сети, подключения к этому резервуару. То есть больше этих всех разветвлений, удобнее строить. Хотя, в любом случае, не забывайте, что вам нужно строить вот эти станции, чтобы они могли в резервуары из нефти добычи перекачивать в них. То есть если вы не построите вот это, как и с водой, то нефть, бензин, там, качаться не будет. То есть нужна именно, что pump station, насосная станция, для того, чтобы не только продлевать дальность, да, то есть еще тут дальность же ограничена максимально, строительство, например, метео скажет, что не могу строить. Видите, пропадает, значит не может строить. Но еще и для создания давления. Вот как-то так. Насыпные грузы, ну, тут, по сути, только есть аналог. Так, причем я еще не сделал мост, который я показывал. Просто различные виды башен я тут тоже для этого добавил, для насыпных грузов. Ничего больше здесь особенно сказать нечего. Электроэнергия. Ну, помимо разных электростанций, тут мы заоставить внимание, особенно не будем. Но вот кроме что ГЭС. Добавляет такую вещь, как ГЭС, строится на реке. Немножко приходится сначала позадрачивать ландшафт, чтобы его внедрить. Но есть альтернатива такая вот солнечная или же ветрогенератора, то есть которая не производит загрязнения. Все равно же все вот в этом блоках. То есть, во-первых, я вам уже показывал. Есть вот такая замечательная вещь, базовая у нас. Есть либо вот такой разветвитель, либо переход с большого на маленького литоснабжения. А где они там должны быть? А, вот они. Подстанция есть вот такая. Здесь только вход один есть. Большого, высокого напряжения вход. А в данном случае у нас все и теряю. Есть вот такая со входом и выходом. Или с двумя входами. И, соответственно, тоже есть маленькие уже на средний переход. Есть вот в рерсе вот такая. Еще. Но это только разветвитель для маленьких. Где ты это находил? Вот. Типа более компактная. Вход-выход и два выхода. Маленьких. Е здесь, соответственно, свои какие-то вариации. Прочих. Ну, в принципе, это просто разные версии. Как правило, вот нужна больше всего, вот, которую я вам показывал, да. Все ее постоянно прятать, теряю. Вот это. Самое-самое полезное. И полезной еще является альтернатива субстанции. То есть это раздатчик электроэнергии фактически их уже потребителям. Она, база, строится через автомобильную дорогу. А есть версия, которая строится через пешеходную дорогу. Вот, собственно, тоже достаточно полезная иногда бывает отличия. Отличия. Вода. Вода у нас, по сути, тоже имеет массу нюансов. Во-первых, у нас здесь есть альтернативные водозаборные станции. Стандарт у нас идет на 70, либо на 215, но уже с работниками. И есть еще такая, опять же, читерная. На 480 без работников. Либо же на 120 вариаций. Поверхностный водозабор есть. То есть с поверхности воды можно забирать. Ну, в принципе, с учетом того, что, допустим, вот это стоит дороже, к примеру. Чем она даже стоит, не знаю. Здесь, наверное, больше выходов. Да. Как-то так. Но, в принципе, по цене она вполне себе реалистична. А вот, конечно, потому что, допустим, вот тут у нас работники нужны. А здесь не нужны. Это может очень серьезно пригодиться вам на каких-то удаленных строительствах. Но, правда, тут все-таки электричество больше строится. Требуется точнее. Это, в принципе, самая полезная вещь. Потому что, в остальном, ну, как бы я тут ничего не нашел. Модов полезных. Но зато я сделал собственный мод на канализационный разветвитель. Задатный разветвитель, он выйдет вот так. Смотрите. По сути, три входа, один выход. Да. Ну, как бы иногда будет и такое удобно. Но есть вариация. С тремя входами, тремя выходами. Это в тех случаях, когда вам нужно в разные стороны выводить, да. Или же еще более полезное. Вот, если раньше такого не было. Вот такая вот вещь. Четыре входа, четыре выхода. А четыре входа это уже больше, чем, да, три входа. Соответственно, вы можете уже здесь четыре источника подводить к одному. И соответственно, уже от четырех, допустим, вот этих коллекторных колодцев к одному подводить и ввести их дальше. То есть вот такая вещь сделала. И плюс еще есть тоже, опять же, полезные, по сравнению с стандартными, выпуски вот эти канализационные. Чем полезные, это то, что есть здесь выпуск, по-моему, вот этот какой-то или вот этот, который проще построить. То есть он строится, вот этот просто банальный, сложнее надо вместить. Тут нужно копаться. А, вот этот, да. Он вообще, видите, он не обязательно даже на реке строить. Он просто будет куда-то там в землю сливать вам. Ну, конечно, я все равно на реке обычно стараюсь строить. Но вот есть такая вот вещь. Но он, правда, имеет предел свой. Он, правда, без электроэнергии еще и до конца. Ну, такой читерный. Есть, допустим, более какой-то реалистичный с электроэнергией. Правда, чем на выпуск электроэнергии, непонятно. И вот такой есть, допустим. Я использую, как правило, либо вот этот, либо вот этот. Альтернативы стандартного гораздо более удобные. Дальше идем. Тепловые сети. Ну, в принципе, из всего, что здесь есть, я могу вам порекомендовать вот такую читерную вещь. Это, по сути, геотермальная теплостанция. Гораздо меньше производит загрязнением. Еще такая меньше. Здесь побольше. По эффективности производит достаточно много тепла. То есть 160 и 240. Это, по сути, сопоставимо даже больше, чем у теплоцентрали. Есть еще такая на 45 джоулей. Небольшой, заводик небольшой. И где-то у меня тут был на 100 джоулей. Он совсем маленький. Тоже немножко читерный. На, по сути, аналог с углем. Но, правда, загрязнение еще не производит. Но это, опять же, загрязнение. Это, наверное, ставишь, которую ты в последнюю очередь будешь обращать в этой игре. А вот компактность и удобство строительства. Это очень многое дозначит. Ну и еще есть маленький альтернативный тепловой пункт. Альтернатива тем, что здесь есть, видите, несколько входов, по сути, или выходов. Но КХП его использовать, наверное, не стоит. Есть распределительная станция, которая позволяет переводить. А это, скорее, как конечный пункт с большими входами. Ну и, опять же, немножко альтернативное строительство. Здесь, допустим, видите, есть через пешеходную дорожку. Ну и также через обычную дорожку. Через пешеходную, опять же, иногда гораздо удобнее бывает строить. Отходы. Отходы, по сути, еще ничего толком наделать не успели модов. Поэтому здесь почти все есть стандартного. Единственное, что я успел скачать альтернативные площадки для мусора. Маленькие причем. Ну, как бы о них заострять внимание не будем. Жилые, по сути, районы здесь называется закладка. Ну, во-первых, само собой, разные виды домов. Вот такие всякие есть альтернативы. Вот такие сталинки. Ну, для разных количеств населения, разных видов подключения. Где-то, допустим, вот такой. Где-то есть у меня тут совсем большие, но с дорожным подключением. В принципе, с того момента, как в игру добавили больше зданий многоквартирных базовых, они не так уже актуальны. То есть здесь и базовые есть очень даже неплохие вариации, которые тоже вы, скорее всего, будете использовать. Раньше я базовые вообще не использовал. Сейчас, в принципе, я даже очень часто, наоборот, использую базовые, а не манифицированно. Но, тем не менее, есть различные моды на здания, которые тоже, возможно, вас заинтересуют. И с гастрономом. Смотрите, гастроном стандартный. Это вот такая вот вещь. Не очень вместительная. Есть, соответственно, ему альтернативы. Вообще, на самом деле, альтернативы изначально в игре – это торговый центр, где, в принципе, и еда, и мясо, и одежда, и электроника дается. Но есть отдельный рынок. Рынок, чем хорош, это он, потому что только на еду, только на мясо, он больше слад гораздо имеет, и тут гораздо больше продавцов. Если вы строите его где-то посреди многонаселенного района, то, по сути, один рынок будет перекрывать вам все остальные продуктовые магазины в рамках его пешей доступности. При этом у вас там много продавцов, значит, много посетителей, и не будет образовываться очередь. То есть иногда очень полезно его воткнуть где-нибудь в центре города, а уже где не дотягивается, строить либо вот маленькие гастрономы, либо же, допустим, какие-то торговые центры. То есть, видите, тут стандартный гастроном. Предел посетителей 105, здесь 585. Ну и гастрономы альтернативные, с разными складами, с разными подключениями. Вот есть вот такой. Здесь у нас универмаг только на… Ну это стандартный, да, я вам просто рассказываю на только одежду и электронику. Я сделал свой мод альтернативы этому универмагу. Вообще, на самом деле, смотрите, есть такая фишка. Ставим сюда. Вот просто отключаем. А, ну мясо мы не отключим, мы сможем еду убрать. Вот мы убираем еду на 0%, и у нас склад остается только одежда и электроника, по сути, тот же универмаг. Но я сделал альтернативу просто, чтобы был, чтобы была и такой версии. То есть, у нас здесь побольше получается, чем в стандартном универмаге склад. При этом он даже чуть больше, но в другой проекции. Вот такой у нас получается. Моя версия универмага. Звездочка называется, да. Выглядит, кстати, на мой взгляд, очень классно. Немножко скилл свой поднакрутил в плане модов. Хотя, конечно, я еще тот молодец, но вот так вот. Ну и, соответственно, разные виды. Есть большой магазин какой-то, есть, наоборот, поменьше. Всякие разные версии. Малые торговые центры. Кстати, вот этот торговый центр я не люблю строить. Он очень корявый в внешнем виде. Мне он просто банально не нравится по внешнему виду. Но есть какие-то другие вариации для больших городов. Допустим, вот с таким большим складом. И тому подобное. То есть, все это есть, все это присутствует. И разные версии магазинов иногда бывают удобные. Но просто поскольку. Еще один мой мод. Это маленькая версия бара. Вот такой стандартный бар. А у меня просто пивнушка. Даже никак не пивнушка. А... По сути, ларек пивной. Один из моих первых модов. Поэтому такое отображение достаточно корявое. Но зато он компактный. Зато вы его можете построить. И вот проститутую дорожку. И просто люди ваши будут ходить за пивом. Небольшой складик. Но, в принципе, если вы используете пиво как средство. Ну, алкоголь как средство повышения лояльности. Вот такая версия вас тоже, наверное, заинтересует. Ну и, собственно, разные версии кинотеатров. Более компактные. Более маленькие, дешевые, большие. Наоборот, вместительные. Всякие разные версии. Та же галерея искусств. Разные версии. Та же. В принципе, у нас здесь футбольное поле. Есть альтернативное. Вот такое я скачал себе. Крытые. Спортзалы. И стандартные у нас есть. Вот с таким количеством людей. Есть, соответственно, более локальные. Или, наоборот, более большие. Такой большой бассейн, например. Более вместительный. Или, наоборот, который проще построить. Потому что стандартные. Они у нас строятся же с автомобилей. Дорога. А есть, допустим, версии. Которые только, опять же, через пешеходные дорожки. Ну, это, по сути, кстати говоря, чем разница между вот этой закладкой и вот этой. Это то, что вот эта зимой не работает. Все закрывается. А вот эти продолжают зимой работать. Поэтому вот эту часть, крытые, строить выгоднее изначально. Потому что они будут у вас работать всегда. А эти, ну, как бы просто с радиги, на мой взгляд, потратите. Хотя, в некоторых случаях, ну, просто она будет какой-то для антуража, скорее, находиться. Построить такое-то там небольшое футбольное поле. Просто, чтобы оно красиво смотрелось в городе, тоже стоит. Ну, и телестанции, радиостанции. Во-первых, есть мой мод. Даже там два мод, но второй я показать не буду. Он недоработанный. А вот такая вот медиум станция. Медиум радиостейшн, да. Альтернатива стандартному. Горазбенно даже, наверное, более компактная. Где у нас тут закладочка? Вот так вот выглядит стандартно. Ну, согласитесь, равенца колоссальная, да. Вот. Ну, и есть еще, правда, уже не в моем. На телестанцию тоже, опять же, вот так выглядит стандартно. Есть вот такая, совсем компактная. Есть средних размеров. Опять же, просто, чтобы меньше размера занимала версия. Ну, и, собственно, следующая вкладка, что больницы, пожарные части. Я тут застрять в него не буду. Просто, опять же, разные версии. Пока не было. Пока были только базовые. Только вот, по-моему, была только больница. Допустим, альтернатива больницы была удобна. Пока не было трех версий пожарки, тоже было удобно другие. Сейчас, ну, это просто другие версии. Не все даже из них поддерживают подключение вертолетом. Поэтому, ну, как бы, можно поставить, можно не поставить. Детские сады. Школы. Вот у меня забаговало. Здесь вообще должно выводиться, как и здесь, выпадать, выпадающий список. Почему-то игра забаговала в этом моменте. Странно, очень-очень странно. Потому что... Ну, вот, допустим, есть вот такая альтернативная школа, да. Странно. Но, видимо, это баг какой-то временный или что-то еще понатыкло. Я здесь должны выпадать. Ну, тоже, опять же, школа, диски, да, мы-то просто разные версии. Опять же, здесь есть, должны быть уже вариации. Если бы был список выпадающих, то здесь бы увидели бы, что... Их тоже добавили заработчики уже в своих версиях. Также с университетами, по сути, просто разные размеры, разное количество учащихся. В принципе, можно просто поставить с большим количеством учащихся, большим или, наоборот, более компактные. В принципе, ничего особенного. Также из полиции, собственно, здания и суда. Здесь, как бы, опять же, и горком тоже, да. Застрять внимания не буду. Технические службы я вам уже показал. Туризм, просто разные постройки. Тоже ничего прям нового, кроме внешнего вида. Сельское хозяйство. Пришли мы в разделы, по сути, производственные. Есть, во-первых, альтернативные версии полей. Здесь есть такое, смотрите, стандартное, самое большое. Есть еще большее с модом. Или же, допустим, такая, наоборот, уменьшенная версия стандартная, два раза меньше. Может, кого-то пригодится. Пищевой завод, ну, по сути, разный. Многим заводам будет, по сути, просто разное, опять же, количество рабочих, разные входные мощности, более компактные. Какие-то версии альтернативные. Также и здесь. Ну, в принципе, какие-то более полезные, какие-то менее. Наверное, прямо заострять внимание не буду, потому что, ну, это просто зачастую разные какие-то вариации. Единственное, что где надо обратить внимание, смотрите, во-первых, вот во вкладке прочей отрасли есть у нас чуть более удобная лесопилка. Стандартная, она, видите, меньше подключения имеет. Здесь более удобное подключение. Плюс, если ничего не путаю, да, больше рабочих. Ну, и лесоповал. Больше рабочих, опять же, чуть более удобное подключение. Каменоломня. Смотрите, здесь есть у нас, во-первых, сразу с ходу, с козырейду. Вот такая версия, которая сразу перерабатывает в гравий. То есть не нужно строить отдельно вот этот сортировочный завод. Можно сразу вот такой делать. Либо же есть версия доработанная, стандартная. Стандартная, чем она неудобна? У нее нет выхода конвейерного. То есть она просто, по сути, место с дорогой. Я вообще не понимаю, почему разработчики не сделали сразу такого. Доработанная, вот must-have. Взгляд, что у нее есть сразу конвейерный выход. И плюс есть, соответственно, сразу, опять же, улучшенный гравийный сортировочный завод, в которого, опять же, почему-то разработчики не додумались. Чем он отличается? Когда-то раньше чем-то отличался. Сейчас, может быть, кстати, стандартно доработали. Да, походу, стандартно это сейчас лучше даже стал, потому что раньше, по-моему, там с выходом были проблемы, а сейчас вот как-то так, да? Ну, ладно, ладно. И есть моя маленькая, опять же, модик, версия мини такой вот заводик. У него своего склада даже нет. Он просто позволяет вам в меньшем объеме производить гравит. То есть здесь стандартный, он огромный, на 82 производство в сутки. В рабочий день, точнее, а здесь 31. Такой более компактный, да? Вот так выглядит. Цементный завод. Просто разные версии. Бетонный завод. Вот тут есть разница. Смотрите, стандартный бетонный завод, он вот такой вот. Вот есть версия совсем маленькая, но она вам вряд ли понравится. Она для совсем каких-то маленьких городочков. Есть вот такая более удобная в плане подключений. Действительно, больше подключений. И самое главное, асфальтовый завод есть более удобный. Есть вот такой вот. А есть вот такой вот. Опять же, удобнее подключение реализовано, удобнее выдано застроить. И даже, по-моему, здесь как-то удобнее в плане наличия, сейчас посмотрим, склада. Хотя в ходу склад все равно такой же. Здесь просто получается. Он меньше производит, но много производить-то и не надо, на самом деле. Асфальтовый завод, он очень редко используется только в основном для строительства. Поэтому такой он даже, наверное, будет интересней. Ну, остальные все здесь вот в этой отрасли. Ну, как бы ткацкие фабрики просто альтернативы, кирпичные альтернативы. И все такое в этом духе. Топливное. На что надо обратить внимание. Это даже не на завод перерабатывающий, хотя здесь тоже есть разные версии. А на, опять же, шахты разные. То есть здесь у нас есть шахта стандартная на 10,20 человек. Есть уменьшенная на маленькая она, более компактная. Есть, наоборот, на 300 человек больше с разными входами и выходами. Тоже, опять же, вам будет удобнее. И, смотрите, перерабатывающий завод. Здесь у нас 120, а здесь 216 завод. Более, гораздо эффективней. Просто потому, что он больше производит. Также, кстати говоря, сразу сюда переключимся. Шахтами, железами также. С обогатительным заводом также. Он там в три раза даже больше производит. И, собственно, это иногда будет очень удобно. Потому что два там этих не построишь. Вот так компактно. Они еще и побольше, да. А здесь поменьше и сразу с большей эффективностью. Ну и, соответственно, здесь, по сути, я это все остальное уже рассказывал. Металлургия. Показал уже частично. В принципе, здесь особенно ни на что внимания уже не обратишь. Детали. Разные версии. Опять же, разные вариации. Механические детали производства. Разные версии. Ну и, в принципе, здесь как бы особенно ни на что внимания не обратишь. А вот тут обратишь строительная контора. Смотрите, есть базовая. 12, 16, 24. Раньше было, по-моему, только на 12. Добавили дополнительные. Есть еще на 32 большая. А 32 машины. Это значит слот. Для машины значит сюда больше машин впихнешь в одно место. Это строительная контора с фитродромом. Смотрите, стандартная. Вот так вот выглядит. Это на три места. То есть, на еще один вертолет большим. Тоже иногда очень удобно бывает. Ну и, в принципе, остальное здесь все я вам уже показал. А остальные уже здесь дублируются. Да, закладочки. Вот как так получается. Длительное видео вышло. Но быстрее, наверное, и сделаешь. То есть, я тут максимально быстро пробежался по всем местам. Объяснил, почему что я поставил. Как видите, большинство модов, они либо более компактные, либо удобнее в строительстве, либо более эффективные. И, в принципе, за счет этого вы можете удобнее строить, удобнее город развивать, разнообразить его различными дополнительными зданиями внешним видом. Кстати, да, вот не показал. Когда показывал, есть у нас такой вот мой, опять же, мод. Это здание секретной полиции. Просто альтернативная версия, поэтому я про него и забыл. Но я долго на нем карпел, поэтому я вот его тоже вам покажу. То есть, он так вот в старомодном виде выглядит. Вот такое вот здание. Собственно, моды я вам показал. Подборочку я, наверное, сделаю. Постараюсь закарпеть в стиме. Сделаю и скину в описании видео ссылку на свою подборку модов, которую вы можете увидеть. И по ней прийти к модам, которые я сегодня вам описывал. А на этом все. С вами был Ванок. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok